Доброе утро! Вы смотрите выпуск новостей на Катунь 24. С вами Анастасия Борисова и вот главное к этому часу. Энергетики рассказали, куда можно обратиться при проблемах с отоплением. Отмечу, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не менее плюс 20 градусов. В угловых квартирах не менее плюс 22. При снижении температуры воздуха в помещениях ниже нормативной, жителям необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, для проведения обследования с привлечением представителей ресурсоснабжающей организации. В случае бездействия жители могут обратиться по телефонам, которые вы видите на экранах. 21 дорожный объект будет отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Средства, предусмотренные на реализацию нацпроекта, составляют 907 миллионов рублей. В эту сумму также входит пополнение мероприятий по безопасности дорожного движения. Общая протяженность объектов – 20 километров. В настоящее время у нас проводятся конкурсные процедуры на части объектов. Это ремонт 12 улиц, также реконструкция моста на улице Челюстница. Контракты планируется заключить в конце декабря, то есть у нас по ним определяются подрядные организации. По началу работы, то есть у каждого объекта будет свое начало работы. Допустим, по реконструкции моста работы будут начаты с 1 февраля 2021 года. По ремонту дороги будут работы начаты чуть позже, с 1 мая. Турпоток значительно снизился в Алтайском крае из-за пандемии. По итогам 2020-го в регионе ожидают снижение туристического потока на 40%. Ожидается, что количество туристов за текущий год составит 1 миллион человек, в то время как по результатам прошлого года цифра достигла отметки в 2 миллиона. Объем платных услуг в сфере туризма за первые 10 месяцев этого года снизился на 1 миллиард рублей по сравнению с таким же периодом предыдущего года и составил 3 миллиарда. Наибольшие потери в отрасли по этому показателю у турфирм. Превращать Новый год в праздник живота и алкоголя – плохая затея. Так считают диетологи, гастроэнтерологи и наркологи. Краевые медики поделились, как пережить новогодние праздники и сохранить здоровье. Врачи подчеркивают, что переедание опасно. Во-первых, еда за несколько дней может испортиться. Например, вареные яйца, колбаса и соленая рыба. Во-вторых, могут обостриться хронические болезни – панкреатит. Это не повод наесться. Готовьте пищу в том количестве, чтобы ее можно было съесть и не хранить долго. Приготовьте пару блюд, которые вы не готовите в течение всего года. Пусть это будет тот же стандартный символ нашего новогоднего стола – оливье. Пусть это будет запеченный гусь, пусть это будет бутерброды с икрой. Но это будет ровно то количество, которое вы съели и которое не будет потом долго стоять и долго портиться. Что касается спиртного, в Новый год каждый седьмой сталкивается с алкогольной интоксикацией. Поэтому количество спиртного тоже следует сократить. Важно не пить на голодный желудок, особенно шампанское, и выдерживать промежуток. Небольшие дозы, естественно, они условны. Надо понимать, что здесь речь будет идти только о полностью здоровых людях с 21 года, а не с 18 лет, так как считается, что полное формирование организма происходит. Взрослый человек с 21 года становится. Если мы берем вино или шампанское, то это 150-200 миллилитров. Если мы берем крепкие спиртные напитки, то есть водка, виска, виски, текила, то это не более 50 миллилитров. Если мы берем пиво, то это 0,33 миллилитра. Автоелку нарядили жители Алтайского края. Светящуюся ель из машин сделали рубцовские автомобилисты. Свои транспортные средства они выстроили в форме елочки, а после зажгли фары. Получилась новогодняя ель с иллюминацией. Таким образом, автомобилисты Рубцовска создают новогоднюю атмосферу. Комментаторы похвалили оригинальную идею новогоднего поздравления. И на этом выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова